Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня мукбанг с роллами, как всегда, от Епоши. Мне кажется, Епоши прям удивили всех нас. Этот сет состоит из 84 роллов. Я не смогла все поместить. 4 ролла остались где-то на берегу. Их забрала мама. Просто дощечка не выдерживает. Настолько много роллов. Они достаточно крупные. Этот сет рассчитан на 5-6 человек. Стоит он всего 40 монат. Действительно, это очень крутая цена для такого огромного сета. Если вы просто с подружками скинетесь по 7 монат, и можете купить такой обалденный сет. И наесться прям вдоволь. Я не смогла поместить сюда ни соевый соус, ни имбин, ни васаби. Потому что места нет. Даже все роллы разместить не получилось. Но картинка получилась очень красиво. А какой здесь аромат! Это просто нечто. Я как будто в малине такая сижу. До конца этого месяца сет Епоши. Обновленный сет Епоши. Будет стоить всего 40 монат. Так что успейте его заказать. Насладиться этим невероятным вкусом. Мои все родственники. Все знакомые. И Наса, когда я была у них. Я спрашиваю, где заказала роллы. Конечно же, говорит, у Епоши. У кого еще можно заказать? Пить мы с вами будем колу. Кола Зиро. Худеем. Ну, типа худеем. Либо у меня бокал слишком большой. Либо в этой коле очень мало. Все. Так. Сегодня, кстати, я получила доставку Шрейн. Вот эти сережки как раз-таки из этой доставки. Я думала, что безумно в тему будет. Но надо было заказать сережки-роллы. Тогда было бы вот точно в тему. У меня здесь есть небольшая памятка. Давайте пройдемся по ней. Значит, здесь 8 штук Филадельфия. 8 штук Калифорния. 8 штук Аляска. Сырный ролл. Также 8 штук. Спайсы с креветкой. Мои любимые. Как я их обожаю. Их здесь тоже 8 штук. Больше всего, я так понимаю, запеченных роллов 16 штук. Жареный ролл с крабом. И жареный ролл с рыбкой. И вот эти вот с крабом. Еще. Действует до конца этого месяца. До 31 числа включительно. Ссылочка внизу. Переходите, заказывайте. Я с вашего позволения соус положу вот сюда. Еще в комплекте здесь 5-6 соусов. 4 васаби, 4 имбиря. В общем, начнем с самого моего любимого. Так. Первый ролл, вот честно, он самый вкусный. Хочется его прям долго жевать. Второй пошел. Ой, как зашел первый. Как он зашел. Как я могла не любить роллы. Сегодня очень рано мне позвонили. И сказали, что заказ уже доставляется. Мы уже доезжаем. Не могли бы вы спуститься и около азы забрать заказ. Я думаю, это роллы странно укладываются. Обычно они прям к подъезду приносят. Я говорю, они могли бы вы к подъезду. Такая наглая. Они такие... Ладно, принесем к подъезду. Я выхожу. Вот реально у меня как будто поздное зажигание. Мне дают посылку. Я понимаю, что это не роллы. Это моя доставка шей. Она настолько рано пришла. Вообще транспортная компания Aramex. Это просто one love. Все сотрудники. Настолько ответственные. Все всегда вовремя. Никогда ничего не пропадает. Я уже пол-видео шейн сняла. Пока ждала роллы. Хотела доснять, но там такой аромат стоял. Думаю, не, я не могу. Опять с креветкой. Прикольно было бы на свадьбу сделать огромный суши-ролл. Ой, суши-торт. Мне кажется, было бы очень интересно. Несколько этажей так, чтобы хватило на всех. Кстати, насчет этого, насчет свадьбы. Недавно видела видео. Кто не в курсе, в Ираке, в момент того, как молодожены исполняли свой свадебный танец, там были вот эти фейерверки. Фейерверки дошли до потолка. Там произошло возгорание. И в день свадьбы произошел в ресторане пожар. Молодожены спаслись, а их родителей нет. И погибло 120 человек. Понятное дело, никто не хотел такого стечения обстоятельств. Действительно, некоторые строители конкретно пренебрегают правилами, техниками безопасности. Что я сказала? Пока красилась, смотрела эти видео. Не дай бог, конечно, никому пережить такое горе, тем более в день своей свадьбы. Казалось бы, в такой счастливый день. Причем огонь так быстро распространялся. В этот момент снимала камера, поэтому есть кадры. Кто не видел, посмотрите. Очень интересно. То есть настолько быстро. Мне кажется, хватило там 5-7 минут, и все. Все было в огне. Я вам рассказывала эту историю, как соседский парниша. Просто решил подколоться. Ну, ребенок, да, балуется. И решил поджечь сено, которое было, ну, как бы запасы на следующий год, так скажем. Сухое сено, огромная просто стопка. Он решил поджечь. И она так быстро начала гореть. Это просто скоростью света. Когда нам задавали вопрос, что вы сразу тушить-то не стали. Так мы не смогли вообще опомниться. Уже было такое пламя. Боялись, как бы на дом не перешло. Вкусночищем. Я вам обещала, что буду зачитывать истории подписчиков. И тут мне одна из подписчиц отправила свою историю прямо в мой инстаграм. И так получилось, что я увидела. Но имя я называть не буду. Она попросила просто рассказать свою историю. Понятное дело, я в таких делах по общению советчик. Но, возможно, среди вас в комментариях найдутся люди, которые оказались в такой же ситуации. И могут что-то посоветовать, например. Привет, Тайка. Мне 26 лет. Четыре из которых я встречаю с женатым мужчиной. Первый год наших отношений я не знала, что он женат. Но затем, узнав мои чувства, не дали мне возможность закончить эти отношения. Я когда читаю, у меня такое, не знаю, почему-то волнение. Это вот со школьных времен. Вот когда говорили, следующее читает Аразово. Я прям по слогам начинаю читать. Я вот смотрю в книгу, вижу фигу от волнения. И вот до сих пор у меня, вот я пытаюсь прочитать текст. И я вообще очень волнуюсь. Я не знаю, почему всех так. У нас был урок чтения. И вот мы по очереди читали. И когда доходила очередь до меня, это был просто позор. Поэтому давайте я вам просто перескажу. Там потому что длинный текст. Будем параллельно кушать и рассказывать. Девушка встречается четыре года с женатым мужчиной. Год она не знала, что он женат. Если честно, для меня это удивительно. Мне кажется, вы немножко врете. Так скажем. Как можно год не знать, что человек женат? Как он может это скрывать? Разве только если жена в каком-то другом городе, а он в другом. В общем. И он ее не отпускает. И от жены тоже не уходит. С женой у него двое детей, два мальчика. И он постоянно кормит завтраками, что скоро-скоро потерпел. А по факту ничего. И до этого у нее тоже были отношения с женатым. У нее такой вопрос. Вот что делать в такой ситуации, вот когда любишь человека, не можешь отпустить, но при этом человек ничего не предпринимает. У нас с вами немножко разный менталитет и разное видение этой ситуации. Девушка живет в Германии. Я считаю, что мужчин разных много. Всяких. Интересных. Заботливых. Умных. Обеспеченных. Зачем зацикливаться на мужчине, который изначально занят? Я считаю, что разрушать семью, в которой есть двое детей, это вообще большой грех и большое заблуждение. Человек, который изменяет своей жене, завтра будет изменять и вам. И у меня такой вопрос. Зачем вам такой мужчина? В отношениях должно быть максимально комфортно. Вам должно быть хорошо в этих отношениях. Вы должны чувствовать себя защищенной, уверенной в этом человеке. Я считаю, что это натура человека. И он всегда будет таким. Честно, искренне не понимаю девушек, которые согласны на вторые роли. Согласны быть любовницей. Не знаю, просто друг. Когда у парня есть, например, девушка. Я типа буду просто другом. Дуешь побыть рядом с ним? Да зачем? Мы каждая по-своему прекрасно, красиво, утонченно. Найдется в мире, посмотрите, с рыбкой. С красной рыбкой. Вот это я понимаю. От этого отказаться невозможно. А вот мужчину, у которого есть семья... Господи. Мы порой реально себя недооцениваем. Я сама тоже. У меня бывают моменты, когда я себя недооцениваю. Но такие мысли вмиг надо пресекать. Ты достойна мужчину гораздо лучше. Верного. Обеспеченного. И ты такое обязательно найдешь. Вот правильно говорят психологи. Мы притягиваем в свою жизнь эндотипных мужчин. Я не знаю, как у кого. У меня это так. У меня один и тот же сценарий постоянно повторяется в жизни. На мой взгляд, чем тратить такое количество ресурсов, времени, сил на человека, который по сути занят? Лучше потратите это время на психолога. Проработайте все эти моменты. Кстати, насчет психолога. Мне недавно написала моя подписчица. Она психолог. И она мне написала, что она бы очень хотела со мной поработать. Абсолютно бесплатно. И если мне понравятся ее услуги, то я обязательно вам порекомендую. Каково это? Потому что я один раз в своей жизни была у психолога. И мне очень интересно сейчас поработать. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Недавно я прочитала комментарий. Девушка написала, что она психолог. И она написала вот прям все, что у меня внутри. Я не знаю, как она это прочувствовала. Это, кстати, не та самая девушка, которая мне написала. Я не хочу читать этот комментарий. Но она прям сквозь мою улыбку, не знаю, мои глаза. Прям вот, я не знаю, насквозь меня увидела. И вот с ней бы пообщаться, мне бы тоже очень хотелось. Как она это сделала? Я была в шоке. Короче, если я останусь довольна. Короче, если мне понравится, я обязательно вам тоже посоветую. Потому что мне действительно, я чувствую вот эту надобность в помощи психолога. Это сейчас очень популярно. Многие люди ходят к психологу. Сейчас модно говорить. У меня есть свой психолог, я тебе его посоветую. Ну, вот эта девушка, которая написала комментарий, достаточно такой длинный. Это даже не человек из моего ближнего окружения. Потому что особенно, что у меня внутри, как бы я никому не рассказываю. Действительно. Мне бы вот даже, знаете, хотелось бы иметь человека в жизни, которому я могу прямо-прямо все рассказать. В этом плане Самира, вот она как, знаете, она как роднуличка мне. Вот я не могу описать вот чувства к ней. У меня такое ощущение, что я ее миллион лет просто знаю. И вот ей, мне кажется, единственный человек, которым я могу прямо открыться. Да простят меня все мои остальные подружки. Но вот именно Самире вот я чувствую, что когда-то я ей смогу открыться. Когда-то я ей смогу рассказывать там какие-то про свои проблемы. Вот такие, знаете, совсем личного характера. Такое ощущение, что роллов вообще не убавилось. Но я поела, действительно, было очень вкусно. И Пуша огромные, просто молодцы. За такую стоимость предложить такие офигенные роллы в таком объеме, я считаю, это просто супер на высоте. И эта рекомендация, она абсолютно искренняя. Вы думаете, другие доставки роллов мне не пишут? То есть с другими я не могу сотрудничать. Просто я их действительно люблю. И поэтому с удовольствием снимаю для них обзоры. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо вам за то, что пишете комментарии. За то, что смотрите меня. За то, что некоторые из вас настолько глубоко меня чувствуете. Это дорогого стоит. Всех люблю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова